В жизни каждого человека рано или поздно случается такая ситуация, которую можно описать одним лишь словом. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. И вот у меня спустя тысячи часов, проведенных на Авито, в поисках мистери-боксов, спустя тысячи часов просмотра очень странных объявлений, я, кажется, нашла золото. И это мистери-боксы с люкс-косметикой. Я сейчас не шучу. Мистери-бокс пришел мне в пакете от Гуччи, и я абсолютно без понятия, что тут внутри. У меня уже был опыт с мистери-боксом из ЦУМа. Только в нем откровенно была уже супер поношенная одежда. Ах да, это было в другом видео про мистери-бокс. Поэтому подписывайтесь на канал. А сейчас давайте вместе посмотрим, что я заказала в этот раз. Если честно, то большая часть вещей, которая мне приехала, я даже не представляла. И здесь у нас абсолютно неизвестная коробка, на которой ничего не написано. Целая куча контента по Диор, целая куча контента по Гуччи. Есть даже продукт от Роуд, это бренд Хейли Бивер, сейчас я обсуждаю. Какие-то маленькие свочи Шанеля и целая куча непонятных коробок типа из ЦУМа. Что ж, давайте все это добро распаковывать. Итак, давайте же внесем эту огромную посылку. Ура! Посылка тащится! Здравствуйте! Я не могу поверить, что ты потратила на этот пакет 40 тысяч рублей. 60. 60? Тем более. Так легко я его занесла, знаешь, как будто он вообще ничего не весит. Нет, он вообще очень приличный. Кажется, он килограмм 10 точно весит. Вы понимаете, я купила это на Авито. Просто набор огромного количества косметики. Пахнет роскошью. Все то, что вы здесь прямо сейчас видите, стоит 60 тысяч рублей. А продавец обещает то, что суммарная стоимость того, что вы сейчас наблюдаете, более чем 200 тысяч рублей. Давайте проверим и посчитаем. Приступаем к распаковке первой коробки. Итак, я буду открывать вот эту коробку, потому что она самая-самая большая. И здесь нет вообще никакого, ну, упоминания о том, что это в теории может быть. Очень тяжелая. Давай. Это что? Это сифора? Да. Ребят, мы просто открыли коробку, в которой целая куча косметики из сифоры. Кстати говоря, на русском здесь ничего не дублируется. У меня очень много вопросов, откуда это все взялось. Это буквально сифора. Но некоторые продукты, правда, выглядят вот так вот. То есть оно пришло в таком состоянии, все ободранное, обтесанное, но при этом ничего на русском языке здесь нет. И ценников здесь тоже нет. И срока годности. Трочно Молотовой звоним. Слушайте, здесь правда нет срока годности, потому что вот здесь вот, посмотри, место под бирку. Мои ногти такие чистый класс, наслаждайтесь. Здесь, очевидно, была бирка, и очевидно ее сняли. Скорее всего, на этой бирке была какая-то информация, потому что нигде на флаконе никакой информации просто нет. При этом вот этот продукт, который у меня в руках, это буквально продукт с кислотами. И последнее, знаете, что бы хотелось, такие-то кислоты, которые просрочно себе на лицо наносить. Ну да, вдруг это еще куплено задолго, задолго, да вообще... Может, это было куплено, когда еще сифора здесь была? Да, да, да. Что-то мне подсказывает, что так это все и есть. А, мы нашли на русском языке информацию. Продукт. Подожди, чтобы это натур Сиберика. Почему? Это был продукт от натуры Сиберика. Реально. Какой у него срок годности? Смотри, они замазали. А зачем так делать? Зачем? Чтобы мы не могли это использовать? Я просто заказала эти мистер-боксы, потому что мне было очень интересно. Я вообще думала, что здесь будет какой-то скам, но походу здесь скам. Скрим какой-то не скам. Так, стираем. Оно стирается до 24-го года. Сейчас год 24-й. Но смотри, они откорябли месяц. Вот они! Как их назвать? Вежливо. Ага, Каролина. Она еще скромно мучает. Годен до, какой-то месяц, и потом цифра 31. До 31-го числа какого-то месяца 24-го года. Охренеть! И это продукт из натуры Сиберики. Я просто в шоке. Итак, как вы уже поняли, у нас возникли вопросики к оригинальности продукции в мистер-боксе. И я предлагаю посмотреть, какие имеются способы, чтобы это проверить. Класс! Гигачат спустя пару секунд уже дал ответ. Первый пункт – это штрих-код. Да, на многих продуктах справедливости ради есть штрих-код, но не то, чтобы его можно было отсканировать. Второе – серийный номер присутствует. Третье – это срок годности. И да, тут его почти везде отодрали. Четвертое и пятое – это упаковка и текстура. У меня не было таких продуктов до этого, поэтому мне трудно оценить. Но, вроде бы, похоже на оригинал. И шестое – это покупка в официальных магазинах. И тут, увы, в мистер-боксе мы можем полагаться только на добросовестность продавца. Как вы заметили, с недавних пор я активно пользуюсь Гигачат – бесплатной нейросетью от Сбера с обновленным стильным интерфейсом. И, кстати, эту нейронку теперь можно попробовать без регистрации. Однако регистрация по номеру телефона открывает доступ к множеству функций. Эта нейросеть умеет генерировать изображения, что очень помогает в изготовлении обложек. Создание изображений, поздравительных открыток, медитации, анализ файлов, перевод текста, общение с персонажами и многое другое. Например, контент-мейкер – это эксперт, который поможет вам в работе или в вашем бизнесе. Он создает контент-план, маркетинговую стратегию или даже сценарий для ролика. Ссылочку на вашего помощника Гигачат я оставила в описании. Он поможет вам в учебе, в работе и вообще в жизни. Значит, в этом мистер-боксе было 4 маски, помада Sephora, скраб, который, походу, был с солью, но она растаяла, потому что это выглядит именно так, а не как иначе. Очень странная история, допустим. Еще какой-то скраб, который просто выглядит как скраб, но это уже хотя бы похоже на то, что это был жидкий скраб. И тоже без срока годности. Целая куча шариков для ванн. Помада неиспользованная. По запаху, кстати, нормальная. Не могу сказать, что это не какой-то кринж. Без срока годности, как мы уже понимаем, но, видимо, этого мы тут и не дождемся. В целом, шарики как будто бы не так страшно. Ну, шарики это соль, по сути, я не думала, что с ними что-то не так. Конечно, уверена, у них есть сроки годности, но вряд ли они какие-то критичные. А вот, например, тональная основа, знаете ли, без срока годности вызывает у меня больше вопросов, чем ответов. И кусок натуры Сибирики, просто заслонный шампиньон, это, конечно, сильное заявление. Почему шампиньон? Типа ты грибы ненавидишь, поэтому у тебя все плохие продукты, это шампиньоны. А, да, да, возможно, кто-то понял иначе. Тут еще есть какая-то штука для удлинения ресниц, типа? Это тоже обычная. А, туша обычная? Это у меня сурка туши, которую можно было купить в Sephora. Это очень хорошая тушь сама по себе, кстати, давай ее откроем. Но меня максимально смущает общий вид этой коробки. Маски-то хорошие, вот почему? А как это использовать? Ну, на свой страх и риск. Хочешь? Блин. Надо же как-то твои 60 тысяч рублей купать. Давай не ценой своего лица, а потом мы потратим еще 10 раз больше, чтобы восстановиться. Ну, так что? Ты знаешь, мне кажется, это пальп. Думаешь? Ну, мне кажется. Но проблема в том, что я не могу это заявлять на 100% и, как бы, говорить, что это 100% пальп, потому что у меня этого продукта уже нет. Он у меня был. Но ты знаешь, вот эти вот тактильные ощущения, они просто другие. Ну, возможно, конечно, она купила это где-то в USA. Они поменяли упаковку просто за столько лет. Когда ты их последний раз пробовал, наверное, года 3 назад. Или 4 даже, или вообще, может быть, 5 лет. Короче, ребят, первый бокс, который выглядел вот так, вообще очень стрёмный, потому что здесь какой-то, ну, концептуальный тухлячок. Поэтому, пожалуй, это пойдет на выброс. Ну, получается, 0 рублей. Ну, получается, ты купил тухлячок. Твоя коробка не купилась ни на 1%. Моя коробка в минус меня запихнула. Каролина! Давай, давай, давай. Кучи, пожалуйста. Прекрасная, красивая коробочка за визуал 10 баллов. Я думаю, что здесь 100% косметика, ну, потому что в Мистер Боксе типа с косметикой вряд ли там сумка или что-то еще. Но то, что я хочу сказать, коробка очень похожа на оригинальную. То есть, оно прям, ну, вот они такие у них коробки. Абсолютно без шуток. Нифига себе, слушайте. Чек будет? А вот давай посмотрим. Квайч. Здесь у нас чиселка для лица. Да, чай мы... Кстати, с русским нормально. На сроках бодности я опять не вижу вопроса. Вскрыт, ничего, вроде как нормальный. А тебе не кажется, что продукт, который стоит очень много денег... Вот, открой его снова. Не выглядит, да, как стоит много денег. Он вообще не похож. Скорее всего, мы пальцами сделали, нет? Не-не, они такие вот достались, у нас ничего нет на руках. То есть, типа, тут пятна, и как будто бы его хорошо подержали в руках. Но серия есть, но все равно это не... Не чувствуется дорого, не дорого. Недорого. Дальше здесь что? Карандаши для губ, походу? Да, скорее всего. Карандаши красный, бордовый какой-то с бустяшкой. Блин. Чего? Не жалею мне копейки денег, потому что контент такой, который, знаете, сам себе не придумаешь, но всегда его организовали. Просто роскошь. Вот и фак. Этот карандаш использовался, причем, не один раз. Это, типа, очень плохо, то есть, ну, его поточили, спасибо, но в случае какой-то... На нем, подожди, волосы не снимай. Волосы, ребят. Вот он прям вот, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Давай посмотрим второй карандаш, возможно, там все получше будет. Мы закроем, типа, все-таки гучи, там надо дать дань уважения. О, боже, а зачем? Ну, слушай, рисуют хорошо. Ну, и по цвету тоже приятно, но, знаешь, кто мешает делать китайскую паленую косметику, неплохой. Да. Учитывая, что в Китае уже давно-давно учились делать косметику хорошей, и все мы знаем такие кейсы, как тот же самый флаурнос, который просто всем нравится. Мне кажется, что это все-таки оригинал, просто БУ. Просто очень сильно БУ. А знаешь, какая у меня версия возникла? Вот, кстати, мы еще достали не все продукты, тут еще было целых два. Мы сейчас их возьмем, они в коробках. Я думаю, что это тестеры, которые, возможно, стояли на прилавке, и она их украла. Мне кажется, смотри, бренды же вышли многие из магазинов, и тут не написано было, из какого это конкретного магазина, но это точно из какого-то магазина. И я думаю, нужно было как будто бы снять эту продукцию, или выкинуть ее, ну, потому что типа все, или не знаю, что не сделать. И, возможно, кто-то ее как бы вот таким вот интересным образом в мистер-боксы позапихивал. Мое мнение, ребят, кто работает в магазинах, пожалуйста, скажите, что вы думаете на этот счет, потому что, правда, продукты, ну, как будто бы они выглядят окей, но они вообще не в том состоянии, что ты можешь сказать, что это новый продукт. И жалко, что у нас нет ничего сравнить, конечно, типа, ну... Ну, случай нет, а вот с Диором, моим любимым, мы что-нибудь придумали. Так, поехали. Так, что это? Это у нас матирующий праймер. И, кстати говоря, нот матирующий праймер выглядит просто очень хорошо. Он красивый, здесь очень тяжелое стекло. Честно, ребят, у меня никогда не было косметики Гуччи, поэтому я не знаю, может быть, действительно, вот эта штука должна быть такая пластиковая и сомнительная, но как будто бы вот эта штука очень дорогая, прям сразу чувствуешь, что у меня в руках деньги, а здесь ты чувствуешь, что у меня в руках бедность. Будем тестировать на руках? Давай. Какая консистенция. По текстуре нормально, у меня Доджи Глобана похожий. Ну, пахнет духами, да. Люди, которые эксперты по косметике Гуччи, очень нужны ваши комментарии. Давай взять молочко. Не, мне кажется, что вот эти точно не использовались. Эти точно не использовались. Отличатся у остального в 100%. Там 50 нажатий. Прошло примерно 10 лет. А, смотри, какой он красивый. О, розовый, милый. По ощущениям, текстура, значит, тоже приятный. Да, какая-то роза химозная, кстати. Ну, нет, это люкс-роза, это другое. Еще у нас здесь была помада в этом наборе, давайте ее откроем. Как ты думаешь, помада будет поюзанная или как? Я думаю, нет, потому что она в упаковке. Итак, помада у нас выглядит вот таким вот образом. Это классические упаковки Гуччи, я точно знаю. И, ребят, прямо перед вами открывают помаду впервые. Выглядит абсолютно новой на фоне тех карандашей. Это действительно абсолютно новая помада. Классический красный. Тут даже гравировка Гуччи. Что ж, ладно, оцениваем наш первый бокс. Честно говоря, если бы вот эти вот не два жалких просто карандаша, которые вызывают очень много вопросов, они реально какие-то убогие. Все остальное потрясающее, наверное. Я не уверена, тут нет никакой информации. Короче, поехали дальше, хватит бабу нить. Типа, вот тут цена, сколько стоил этот бокс. Мне кажется, что он уже начинает окупаться, получается. Конкретно этот бокс точно, мне кажется, окупился. Помада Гуччи стоит 4645. Абсолютно похожа на правду цена. Мне кажется, 1020 точно стоит. А то и больше. Поехали дальше. Кстати, на самом деле, эти мистери-боксы с люкс-косметикой было очень тяжело найти, потому что, если вы на Авито просто вбиваете слово «косметика», у вас все равно будет примерно 130 тысяч результатов. где самый дорогой будет, например, очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень редкий камень. Очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень редкий камень. За 309, 909, 999 миллионов рублей вы можете купить очень-очень-очень-очень-очень редкий камень. Товар косметика. Камень. Также после редкого камня мы с вами можем обнаружить мотоцикл. За 10 миллионов рублей мы приобретаем мотоцикл, характеристики, косметика, описание, танчик. В разделе категории косметики за 600 тысяч рублей продается канал на ютубе. Удивительное хобби. И давайте посмотрим фотографии. Гуар, что ты тут забыла, дорогая? Слушайте, ну 600 тысяч рублей за канал Гуар, все, честно, похоже на скам. Описание, продаю канал на ютубе, просмотров много. Так что, как вы могли догадаться, достаточно тяжело найти мистери-боксы с косметикой в разделе косметики на Авито, потому что все самое дорогое будет такое, все самое дешевое, ну там просто складрану. Теперь вы знаете больше. Напишите в комментариях, окупились ли мои поиски и 60 тысяч рублей. Я буду доставать вот эту коробочку. Тебя тянет на что-то неизвестное и грибное, да? Получается. Давайте вместе ее распакуем. Если честно, коробка выглядит так, как будто она пожела уже свою лучшую жизнь, и что там будет какой-то контент уровня сфор. Хотя даже сфор выглядел поприличнее, я боюсь, мне страшно. Открываем. Опа. Ничего себе. Туда. Ну, моя. У нас с вами был пакетик Dior. Слишком маленький, не похоже на то, что этот пакет Dior подходит к этой коробке. Ладно, обзор на пакет. Пакет богатый. Между прочим, она ведь таких тысячу стоит. Подадим. Давай. Дальше здесь была вот такая вот упаковочная бумага, и... Опа. Подождите, но сначала мы начнем вот с этого. Нифига. Здесь было два микросерума от Chanel. Давайте их распакуем, посмотрим. Серум как серум. Обычно такой продукт кладут тебе в подарок. То есть, это как к твоей покупке, когда ты покупаешь косметику Chanel, и они обязательно кладут какую-то миниатюрку. В принципе, ну, серум как серум. Ничего интересного. Поехали дальше. Дальше у нас с вами Роуд Хэйли Бибер. Ничего себе. А чехол где? Улианна, чехол. Ой, как он дорого выглядит. Блин, такие роскошницы. Как он дорого. Роскошники. Давайте оцените, насколько этот блеск выглядит дорого. Он прям в таком эстетике клиндерл. Прям я. Ну, ты. Слушайте, ну, все только и говорят про этот блеск. Ну, не знаю. Я просто боюсь, что сказать про Хэйли Бибер не так. Честно, я даже не знаю, что еще сказать про помаду от Кайли Дженнера, которую только сейчас все обсуждают. Не знаю. Ой, Кайли Дженнер, это помада этой, Ким Кардашьян. Ну, помада как помада, честно. Ой, этот блеск как блеск. Он сладкий. Он прям как будто сахарной ватой наносишь. Мне очень не нравятся такие текстуры. Мне тоже. Я, ну, типа... Как будто ты мед ешь. Она еще такая липкая. Ну, короче, я не знаю, ребят. Кто фанат Ким Кардашьян, конечно, Роуд, это классный бренд. Ну, за упаковку им точно лайк, за то, что они создали эстетику такую вот... Клингерл в стиле Ким Кардашьян. Сомнительно, но окей. Той 3 400. Ты бы купила такое за 3 400? Не фанат. Ну, то есть, типа, для вайба чисто. Чисто вайб, не более. Дальше посмотрим. Здесь у нас сразу две вещи. Первое, это... Полокно. Не сделано. Это просто... Как это? Скетчбук? Да, по сути, хороший по качеству. Да. Вообще приятненький, да. На самом деле, я знаю, что вот такие вот скетчбуки, блокноты продаются в оригинальном бутике Dior. Они реально очень дорого стоят. Они, может, стоят, знаешь, типа, там, 300-400 евро. И у меня есть подруга, которая просто реально полетела в Дубай специально, чтобы вот это купить, чтобы, типа, понтово ходить на работу. 0% суждения, 100% понимания. На самом деле, 0% суждения, 0% понимания. Но, возможно, просто подарю это этой подруге, раз она так сильно загоняет в померчу Dior. Ну, вообще, да, это правда очень красиво. Если ты говоришь, что 300-400 евро стоит, то это... Да. Может, там автографы? Там никого нету. И дальше, в этой коробочке, вот в таком вот состоянии, была еще одна коробка от Dior. Выглядит очень странно. Написано бесплатный образец. Что-то где-то тут это... Заскамбили. Да. Давай хотя бы посмотрим, что в этом бесплатном образце. Косметичка, видимо. По качеству прикольно, но бесплатный образец! Продали за деньги. Я не очень понимаю, что значит бесплатные образцы. Ну, допустим, был вот волос. Не мой, кстати, чей-то приклеенный. Да, спасибо большое. Очень странно то, что неровно наклеено, потому что обычно, когда мы говорим с вами прям про люкс-косметику, но все-таки они клеят все эти штуки ровно. Ну, окей, окей, не буду докапываться. Давайте посмотрим на сам продукт. Ну, раскрываем его. Так, ты тоже это видишь? Ну, новый продукт никогда так не выходит. Да, да, я поняла про что ты. Ну, цвет приятный, конечно, но это точно не продукт, который до этого никто не наносил. И пахнет оно просрочкой. Давайте для чистоты эксперимента откроем сейчас эти два продукта, потому что этот в коробке, и этот, по идее, вообще никто не должен был трогать. А этот, собственно, без упорковки. И опа! Ага! Смотри! Тот продукт такой же, как этот. Но этот продукт был в коробке, а этот просто валялся. Давай посмотрим сейчас. Вот прям при вас открываю первый раз, как будет выглядеть здесь палочка. И видите, она выглядит вообще по-другому. Вот этот продукт не юзался. Ладно, этого цвета хотя бы приятный, мне это нравится больше. Не понюхаю. Ну, пахнет все равно неприятно, может, это, конечно, их запах пошел в тухлячка. Запах мятного тухлячка. Мятная несвежесть. Спасибо! А теперь давайте проверим еще сиреневую помаду. И она тоже, очевидно, была новая. Да, да, да. А, ну у нее вообще другая текстура. Если вот эти вот матовые, то это прям липкая. Ну, что ты можешь сказать, что-то? Ну, мне нравится цвет вот этого. Спасибо, что именно этот был точно новый. Сиреневый тоже прикольный, а вот за этот продукт мне жалко, потому что я не знаю, где он был и что с ним делать дальше. Я думаю, тебе тоже я не буду его предлагать. Спасибо. Здесь все ровненько приклеено. Да. А вот тут вот? А здесь криво. А, и вот смотри, вот этот продукт, который был типа использованный, он кривой. А у этого продукта, который типа нормальный, у него прям бирка вот это же здесь на коробке. Интересно, да? Это странно, да. А у этого вообще ничего нет. Обманом? Потому что вот это тестер, потому что вот эта помада, вот самая первая, это буквально тестер, приглядись. Вот оно, надпись тестер. Но годом, кстати, до 26-го года, поэтому это точно не просрочка. А вот этот продукт, который коричневый, это не тестер, тут нет надписи тестер, тут надпись просто Dior. Вот, докопались. Цена помады 4,600 в среднем. За одну. Да. Ну, поехали дальше. Пока, если честно, что-то расстраивает, только-только расстраивает. Ну, что-то как-то такое, да, честно. Возможно, просто из-за того, что оно стоит 60 рублей, мы ждали кучу продуктов разных, а оно в итоге мало их, и они не очень какие-то. Еще карандаши меня с первого раза. Не разъезжайся, открывай. Ну что ж, это последняя коробка. Еще один Гуччи, все как и должно быть, красивое. У меня нет слов. Так, ну это уже не то же самое, что было в той коробке. Открывай. Потому что там приглашение? Ну, конечно. Там ни хрена. Спасибо большое за конверт. Ты чувствуешь этот запах? Да. Блин, я не знаю, к тебе писать. Это конверт. Да. А что, духи? Да, это запах духов. Это запах кожного парфюма. Да. Это кожная душка. Просто она очень странная, поэтому реально вот прям, ну, на любителя запах. Да. Это что? Это мыло? Давай смотреть, что это. Это похоже на таблетку. А, ты не посъел и стал богатым. Это, видимо, вонючка. А, да. Это мел, это таблетка. Это понюхай. Пахнет хорошо. Я думаю, что это такие камушки, которые пахнут. Это мне больше всего понравилось. Видимо, пока. Слушай, давай пах... Блин, мне так нравится этот запах. Он пудровый. Он очень похож на мой запах, моего духа, аркана роза и на агент-провокатор. Очень вкусный запах. Абсолютно ставлю ему лайк. Я тоже люблю этот парфюм. Ну, очевидно. Короче, забираю вонючки. И сейчас люди, которые реально разбираются, что это такое, потому что я уверена, что это видео смотрят консультанты, которые, скорее всего, были в магазинах косметики. И они знают, что это. И сейчас нас очень сильно удивят. Смотрим, что у нас дальше. Рука пала на вот это. Я так полагаю, что это тональный крем или какая-нибудь тучка-брючка. А, это что, то же самое, что и там было? Ну, да, наверное. Слушай, теперь у тебя тоже это есть. Не знаю, как относиться к этим продуктам, потому что я же не могу их поюзать. Ну, в теории могу, но я не уверена, что у моей кожи... А вот давай и поюзаем. А вот это был липкий, и это не я его оглепчала. Прям липкие, вот с пятнами, смотри, вот они. Да, это неприятно. Что-то подтекло, очищающее молочко для лица. Подожди, это реально то же самое, что было в той коробке? Подожди, нет, здесь есть темный тон. О, боже. Есть просто те же продукты, что были и там, но вот два продукта точно, получается, совпадают. Ладно. И темный тон. Он прям темный. Без упаковок, без бирок, без срока годности больше. А, ну этот точно, наверное, новый, потому что он, видишь, тоже выплескивается, но он прям совсем... Ой-ой-ой. Ребята, вот такая вот тут произошла только что ситуация. Нанеси еще раз. А разве тональное средство должно быть таким? Это может и какая-то особенность? Я думаю, он на самом деле настоялся. Настоялся? Что тебе вино? Ну, пахнет норм. Пахнет вкусно, но, знаешь, мне кажется, что если это на нынке... Но он странный, он очень жидкий. Это, конечно, типа флюид, а флюид это типа не тон, но буквально флюид. Спасибо большое, мистер бокс, конечно, что скинули это, но все-таки обидно. Что ж, слой фрэш. Окей, поехали. Давайте посмотрим еще одну помаду. И эта помада уже в другой упаковке. Это уже золотая рифленая штука. И цвет, и текстура, опа, здесь бархатистая. Это прямо оно. Здесь ничего не скажу. Оригинально, 100% вообще, потому что не перепутаешь. Упаковка прекрасная, тяжелая. Была запакована. И у нас остался самый последний продукт. Какая надежда на него? Или ее уже нет? А, ее просто нет. Мы что-то как-то даже быстро слишком все распаковали, что нет никакого чувства удовольствия. А ты так ждала. А Каролина очень ждала эту посылку. Она прям каждый день описала, когда, когда. Я такая, ладно, приходи, будем сниматься. Да. И. Не, ну это для альтушек, конечно, я думаю, цвет. Кстати, я смотрю, как мало помады Гуччи, да? Тебе не важно, что я как будто думала. Она уж очень необычная. Просто зацените мой нос, понимаете? Я вляпалась в тональник. Он был кусок оранжевого. Это очень странно. Люди, чья молодость выдалась, знаете, на 2005-2004 год, сейчас, наверное, прослезились, потому что тогда... Трэш. Знаешь, что тогда было модно? Что? Наверное, ты этого еще не знаешь. Значит, люди наносили тон на губы. А, я поняла. Да, это называлось цензерированное с**а губки. Это был самый хайповый, как бы, ну, бубной макияж. А почему это люди этим гордились? Это не с**а губки? Ну, потому что, типа, цвет был такой бежевый, на губах это, типа, такая сексуалка. Но времена были другие. А, понимаешь, не то, что сейчас. А что было раньше? Такие губки или розовые яркие помады, как у Барби? Помады яркие, как у Барби, появились примерно одновременно. Это было как бы вот два стула. Ты мог выбрать своего бойца, но вот такого вот плана губы были прям на лютом хайпе. Эх. Ну, сейчас, как бы, модно-циклично, наверное, это возвращается. Наверное. Ну, ты знаешь, я не могу сказать, что это прям очень плохо, но я не могу сказать, что это хорошо. Короче, мнение. Такие дела. 60 тысяч не окупилось, пока. Напишите в комментариях, окупился ли мистери бокс или нет. Деньги, пластика и социальные сети. Буквально все это сегодня создает стандарты красоты. Сейчас стандарты красоты просто невероятно жесткие, поэтому нам нужно об этом поговорить.